ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что же было дальше в истории Римской империи, какова была судьба готов, которые оказались на территории Рима, и как император Феодосий все-таки смог и смог ли он вообще стабилизировать экономику, воссоздать армию и в целом навести порядок на подконтрольных своих землях. Итак, собственно говоря, основная претензия, которая ставится в упрек не только императору, но и вообще всем тем событиям, что после заключения мира Римская армия стала полностью варварской. Ну или, по крайней мере, большая часть Римской армии теперь состояла из федератов. Итак, сегодня об этом мы и поговорим. Что ж, передаю слово Сергею. Ты хорошо отметил, что варваризацию Римской армии как последствия Годской войны, в частности Адрианопольской битвы, тема распространенная, ее можно прочесть, начиная от популярных книг до научных работ. Но она очень спорная, потому что простой просопографический анализ, то есть анализ по личностям того времени показывает, что это далеко не так, далеко не однозначно. Мы об этом поговорим. Я предлагаю начать с 382 года и продолжить до смерти Феодосия, и посмотреть, как в контексте годы отмечались в Римской армии, и в конце сделать такое заключение. У меня есть хороший материал, предоставленный, в смысле взятый в тексте одного из наших соотечественников, историков, который представляет анализ высшего офицерского состава Восточной Римской армии. Очень интересно будет посмотреть на него. Ну что ж, давай начнем, да? Да, 3 октября 382 года был подписан мирный договор с Вестготами, по которому они расположились на севере Фракийского диоцеза вдоль Дунайской границы, Дунайского лимиса, на правах федератов. И вот уже в первые годы после этого Римская армия смогла одержать несколько побед. Я утверждаю, что эти победы были одержаны именно римлянами, но при помощи федератов. И вот давай посмотрим, почему есть основания говорить об этом, о том, что Феодосий смог восстановить именно римскую часть армии, а не просто пользовался услугами годских федератов. Даже современники, ну, в смысле даже, для современников Феодосия его успехи были очевидными. Даже Зосим, не современник, да, он жил спустя много лет, Зосим Феодосия не любил активно. Писал о нем всегда вот с какими-то такими мелкими, едкими комментариями. Но даже он не смог не признать успехов императора. Хотя, как обычно, попытался их принизить их значение. Вот давай зачитаем текст. В то же время, то есть это где-то между 382 и 384 годами, в то же время Феодосий добился и других успехов, когда он разгромил Скиров и Карпадаков, среди которых были гунны, и заставил их пересечь Данубий, то есть Дунай, и отступить домой. Это приободрило солдат, и на короткий промежуток времени они, казалось, избавились от предыдущих неудач. Земледельцы могли возделывать землю, а домашние животные и их потомство без страха паслись. Таким образом, казалось, император Феодосий возместил свои потери. Про животных интересно, да? Раньше там коровы такие, готы. А тут пасутся без страха. Вот текст. Каждая корова при императоре Феодосии могла спать спокойно. Каждая корове по теленку. Каждому теленку по отцу быку. Вот так. Да. Зосим пишет в этом тексте, что что вот между 382 и 384 годами Феодосий разгромил какие-то отряды Скиров, Карпадаков и Гуннов, которые пришли из-за Дуная. Ну, поскольку, да, в течение, в ходе Годской войны Дунайская граница была абсолютно открыта. Туда мог заходить все, кому не лень. Вот отряды варваров проникли на территорию фракийского диоцеза. И Феодосий разгромил их и заставил их отступить. Зосим пишет здесь, что это приободрило солдат. Вот давай подумаем, каких солдат это приободрило. Годских федератов? Да, да, Годских федератов, потому что они теперь селились там, это были их земли, они там были хозяева, де-факто, и поэтому они не хотели ее уже ни с кем делить. Тем более это были какие-то Скиры, были какие-то гуны, еще гуны, их вообще с Готией прогнали. Ты, будучи Готом, пошел бы воевать с гунами, которые твоих предков выгнали из Готи? Конечно, я пошел бы воевать. Так вот, Готы им дали отпор. Но здесь возникает вопрос, а Зосим же пишет, да? Это приободрило солдаты на короткий промежуток времени, они, казалось, избавились от предыдущих неудач. От каких неудач они могли избавиться? Они побеждали всю дорогу. Ну, давай посмотрим предыдущие части. Готы тоже в этой войне терпели определенные неудачи. Если на поле боя они одерживали победы, то в тылу у них зарождалась катастрофа. Почему? Потому что пути дальше были по существу отрезаны, провинции, которые они занимали, были разграблены. Итого им угрожал голод, просто физическое вымирание. Естественно, шло моральное разложение. А тут мирный договор, и вроде как все начало налаживаться. И вот еще одна военная победа на фоне всеобщей стабилизации. И прошлые неудачи действительно стали потихоньку забываться. Ну, в принципе, да. То, что ты говоришь, вполне имеет место быть. Может иметь место, да? То есть, так этот текст можно воспринять. Ну, давай я задам тебе вопрос. Можно ли его воспринять так, что солдаты, о которых говорит Зосим, это все-таки были римляне? Можно или нет? Ну, можно, конечно, да. Можно. То есть, сейчас давай мы зафиксируем, что этот текст можно двояко воспринимать. Да, этот текст с той и с другой стороны можно считать правдивым, если как по отношению к федератам, так и по отношению к римлянам. И он исчерпывающих ответов, честно говоря, не дает. Была ли восстановлена именно римская армия, или это были федераты? Идем дальше, так скажем. Давай дальше посмотрим, что у нас еще, какие материалы есть. Да, стоит вспомнить прошлый ролик, где мы говорили о том, что Феодосий начал мобилизацию. В 379 году он начал призывать новобранцев из тех провинций, где раньше брал деньги. Аурум Тироникум, да, плату вместо новобранцев. Как ты думаешь, он остановился на этом? То есть, он в 379 набрал людей, потом они в 380 в битве в Македонии были перебиты, и все. И в 381 он уже прекратил набор. Позволь здесь тоже немножко добавить. Потому что мы говорили, что до войны многие либо откупались, либо калечили себя. Вот во время войны, конечно, там он набрал армию, которую потом потерял в Македонском сражении. И вот после войны, естественно, понятное дело, что армию надо было восстанавливать. Он, имея в виду императора Феодосия, конечно же, начал мобилизацию. Однако, вспомним про те самые факторы, что мало ли ему снова начали то деньги заносить, то пальцы себе на руках, ногах резать. И не мог ли Феодосий просто объявить мобилизацию среди федератов? Теоретически, да, но у нас нет понимания, что было в 81-м и 82-м году до осени. Я думаю, в это время проводился набор. Кроме того, у нас же есть еще Каппадокия, провинции Каппадокии, где также правительство охотно нанимало, именно брало солдат, новобранцев, а не деньги. Вот смотри, солдата надо подготовить, научить. Это все процесс не на один день, даже не на одну неделю, не на один месяц. Да, да, да. Ну, набрал он солдат из Каппадокии. Сколько может выставить вообще провинция Каппадокия примерно в конце 4-го века? Это вопрос большой. Тут дело не в том, сколько она может выставить, а в том, что она выставляла. То есть, каждый год проводился набор, каждый год армия становилась все больше, обучалась, и в любом случае, вот к этим событиям, я думаю, что слова Зосима позволяют говорить, что в войне с хирами, карпадаками и гунами участвовали не только готские федераты, но и римские войска. А вот следующее событие, там еще более явно присутствует указание на римлян. Давай пойдем дальше. Хорошо, я тебя слушаю. В 385-м году, скорее всего, произошло событие, которое подтверждено несколькими источниками. Вот это только Зосим говорит, да, про скиров, карпадаков и гунов. А тут у нас несколько источников. Правда, с датировкой вопрос, но она до некоторой степени может быть определена. Что произошло? Военный магистр, Флавий Промот, римлянин, наглядно показал всему римскому миру и всему Барбарикуму, что римская армия снова боеспособна. Он разгромил большую армию варваров на Дунае, предположительно острова Певке. Дунае, когда впадает в Черное море, он впадает такой дельтой, несколькими устьями. И вот два из этих устьей формируют остров. Вероятно, где-то там произошло сражение. О нем в этой битве пишет придворный эритр западного двора Клавдий и Клавдиан. В 398 году по поводу 4-го консульства императора Гонория, это младший сын Феодосия, Клавдиан в мировении произнес речь. Зачитаю. Процветание ожидает потомка Фромула и твое имя, то есть императора Гонория, залог исполнения наших надежд. Прошлое дает нам уверенность в будущем. Каждый раз, когда твой дед сдавал тебе высшую магистратуру года, то есть консулат, лавры победы венчали его оружие. Однажды грутунги, грутунги, грефтунги, оскготы, в общем, срубив лес, чтобы сделать себе лодки, осмелились пересечь Дунай. Три тысячи лодок, заполненных варварами, двинулись через реку. Их вождем был Адатеи. Твоя юность, вернее, первый же год твоей жизни, сокрушил планы этого грозного флота. Варвары наполнили лодки и с ними же потонули. Никогда прежде рыба этой северной реки не получала столь щедрого угощения из человеческих трупов. Остров Певки был завален телами, и едва ли даже через пять устьев река могла избавиться от крови варваров. Так, благодаря твоему влиянию, отец твой вырвал победу и взял добычу у Рекса Адатея. Хорошо. Давай подробнее рассмотрим этот эпизод. Опять же, что мешало одним федератам разгромить варваров? Одним варварам разгромить других? Да. Подожди, я к чему это все говорю? Клавдиан пишет, Клавдиан пишет, что это произошло в первый год жизни Гонория и совпало с его консульством. Его консульство это 385 год. Вот отсюда мы знаем о дате этого события. 385 год. Три года как был подписан мирный договор. Да. Огромная армия варваров уже в таком мирном положении все еще была у Феодосии. Что мешало именно их туда и направить? Он их, конечно же, использовал. И сейчас мы увидим, как. Во-первых, надо учесть, что во главе армии, я утверждаю, что римляне там были. Я не знаю, в какой пропорции, но они там были. Их было немало. Во главе этой армии стоял магистр Промот, римлянин. А об этих событиях подробно пишет Зосим. Давай посмотрим, что он говорит. Он говорит, что Адатей, вождь Остготов, собрал огромную армию не только из Остготов, но и из других народов, которые живут к северу от Дуная и Черного моря. И вместе с ними попытался пересечь реку. При этом Зосим упоминает, что вроде бы как варвары желали повторить события 376 года, когда Фритигерн с Вестготами переправился через Дунай и получил право проживать на территории Римской империи. Но здесь они уже изначально выступают с позиции силы. То есть, вот эта огромная орда пришла и она не отправляет послов к императору Феодосию. Это раз. То есть, мне кажется, что Адатей рассчитывал на то, что, ну вот, там, недавно закончилась Годская война и вот он появится с большой армией и чтобы не получать себе еще одну войну, да, Феодосий согласится запустить их на правах федератов и позволит им поселиться на землях фракийского диоцеза. Кажется, это как-то так выглядело. Но при этом из текста мы видим, что Феодосий находится где-то рядом, неподалеку от тех мест. Возможно, в Маркианополе, что это крупный город. В Маркианополе находился, как мы помним, Лупицин, да, в 377 году, комит фракийского оригинального войска. В Маркианополе же находился Валент еще в свою первую Годскую войну. Вероятно, и Феодосий здесь же был. Это раз. Два. Удержать множество Остготов от переправы было делом непростым. Магистр Промод, Зосин пишет, что он расположил свои войска на максимально длинном участке берега и преградил варварам дорогу. Ну, то есть, да, сразу вот так переправляться было опасно, потому что их бы просто одного за другим убивали. Но, вероятно, Промод располагал меньшим числом бойцов, чем противник. Конечно же, широкая река Дунай сама по себе представляет собой неплохую защиту для римлян. Но, с другой стороны, даже если первый натиск Промода удалось бы остановить, Год и могли разойтись вдоль всего северного берега до самых Карпатских гор на западе. А это расстояние примерно 500 километров береговой линии Дуная. 800 километров. Очень много. И контролировать переправу вот в таком случае было бы уже невозможно. Отдельные отряды наверняка где-то прорвались бы через Дунай. И вот здесь в Мезии у Промода появился бы второй фронт. А в открытом сражении вряд ли он смог бы выстоять с превосходящими силами противника. Это было мало шансов на победу. Поэтому... Как же Промод решил эту проблему? Поэтому он обратился к военной хитрости. И вот смотри. В ней решающую роль должны были сыграть как ты думаешь кто? Готы. Готы. Федераты. Зосим пишет собрав людей которым он мог доверять доверить подобное дело и которые понимали язык скифов то есть понятно каких скифов да? То есть римляне называли скифами всех кто живет к северу от Черного моря. Как правило вот в это время скифы это готы. Остготы Вестготы неважно. Вот готы это скифы. Он послал их к варварам будто бы завести переговоры об измене. И это весьма примечательно. Уже в 384 в 385 году среди безгодских федератов были такие которым магистр мог безоговорочно доверять. В случае неудачи промок промок мог бы лишиться жизни. А где указывается что он им безоговорочно доверял? Может это была авантюра? Это была конечно же авантюра. Смысл в чем? Если его план провалился бы он был бы убит. А Римская империя получила бы новый виток войны. Вот в ходе него балканские провинции были бы окончательно разгромлены. Но посланники магистра сделали все в лучшем виде. Они переправились на северный берег, пришли к Адатею, предложили предать магистра его армию и при этом запросили непомерно и вот после долгих переговоров стороны все-таки договорились о том сколько стоит голова магистра. Вот эти посланники взяли предоплату и с ней вернулись на южный берег с докладом о выполненной задачи. То есть как бы они обманули Адатея. Очень грубо. Они развели его на деньги. Вообще. Но понимаешь они такую сумму запросили что он был уверен что все это правда. А сумма в чем? С серебряными монетами медными? Ну не медными точно. Неизвестно в чем. Интересно вообще откуда этот АДТ пришел и откуда у него деньги. Нет слушай как бы годские вожди были богатые у них могли быть не деньги а другие ценности. Ну там шкуры трофеи это можно иметь ввиду. Не знаю ну там драгоценные серебряные золотые кубки чаши блюда да мало ли что украшения. Грубо говоря годские вожди отправленные промотом взяли такой большой обоз добра и перевезли его на римский берег Дуная. Вот тот факт что они переехали через берег через реку говорит о том что скорее всего это было что-то такое мобильное достаточно вероятно просто деньги то есть скажем римское серебро у готов его было очень много потому что римляне постоянно выплачивали федератские выплаты подарки вождям то есть в готе и ходило немало серебра ну и конечно же оно где оседало в руках вождей естественно да то есть было что предложить ну и вот тем временем промот подготовил корабли восстановленной дунайской флотилии я думаю что на кораблях дунайской флотилии были не готы потому что моряки это специфическая штука моряков надо готовить обучать не так как пехотинцев а готы все-таки это сухопутные ребята опять же прошло 3 года разве не могли обучить хотя бы азам готов морского вот смотри то есть мы же знаем что римские императоры набирали варваров двумя способами во первых как федератские отряды то есть как отряды самоуправляемые отряды во вторых их набирали и включали в римские подразделения конечно среди них могли оказаться готы теоретически но составить войска флотилии из годов это вряд ли они бы сами согласились ну что это странная такая штука какая-то не но если вернемся к прошлому то еще сто лет назад готы были отменными моряками да сто лет назад они плавали через черное море они создавали такую предысторию походов викингов причем вполне успешно и не менее эпично чем это делали викинги это можно статью посвятить кстати название хорошее предки викингов как это называется в мире кинематографа приквел пролог приквел да ну вот очевидно лжепредатели вот эти должны были ночью нести вахту и по сигналу дать сигнал Остготом о том что можно переправляться и вот ночью был дан сигнал лучшие бойцы АДТ сели на лодочке и отправились через Дунай а к этому времени хитроумный промот уже расставил корабли дунайской флотилии по три судна в глубину и как можно дальше пишет Зосим на протяжении 20 стадий это примерно 3700 метров римский флот стоял в полной боевой готовности вот давай просто посчитаем 3700 метров на длину корабля насколько я понимаю максимальная максимальная длина римского судна это около 50 метров если я не ошибаюсь ну давай возьмем даже 50 метров 3700 разделить на 50 74 а он говорит по три корабля по три корабля как он пишет в глубину умножить на 3 222 в общем может быть Зосим здесь где-то что-то ошибся но мы понимаем что речь идет о большой флотилии большое количество судов было восстановлено и они контролировали переправу через Дунаи дальше когда остгодские лодки одна за другой стали отделяться от северного берега двигаться на южный берег римские корабли вышли им навстречу и посреди реки стали топить каждый челнок который попадался им на пути а поскольку многие остгоды были хорошо вооружены имели на себе доспехи то вес этого вооружения не позволял им выплыть на берег и спастись те лодочки которые обошли римские корабли и их команды попали под обстрел со стороны судов были вытянуты по всей длине реки и под обстрел с берега и вот так в ночной тьме над рекой представляешь да картина над рекой разносятся крики там кто-то кого-то рубит кто-то умирает кто-то убивает люди тонут и это все ночью в темноте ты стоишь на береге на берегу и такое слушаешь что там а потом волнами начинают прибивать трупы к берегу да потом волнами их прибывает к берегу а там как правило какие-нибудь деревца растут они цепляются за эти деревца ну и в общем и начинают на воде вот так покачиваться это вот очень жуткое зрелище мне кажется в общем к утру берега Дуная представляли собой ну такой кадры с фильма ужасов Зосим пишет что подобного побоища на воде не было никогда прежде и после того когда все кончилось река была заполнена телами и оружием павших устготов те кто смог все-таки выплыть на берег их добивали воины на берегу и утром когда бой уже прекратился Флавий Промот велел своим людям переправляться на северный берег где был лагерь устготов и там брать в плен женщин детей уцелевших воинов в общем всех кто только находился после триумфальной победы магистр вернулся на южный берег и послал за императором когда Феодосий прибыл на берега Дуная он был ну поражен тем какая опасность угрожала империи и как просто вот сверх всяких надежд Промот смог одержать победу хотя я не скажу тебе точно где но в какой-то из работ современных историков я видел такое указание о том что значит Промот обманом обманул Остготов и таким образом всех их перебил и вот в таком контексте что максимальная жестокость обманул доверие их и перебил понимаешь то есть оценки этого события могут быть разными но я думаю Феодосий был очень рад тому что произошло определенно что ж если такой ну как это даже сказать придивчивый историк как Зосим именно пишет что это были римляне то скорее всего так было в действительности потому что именно Зосим становится главным аргументом исследователей утверждающих что армия в тот момент была варварской и если уж этот человек указывает что там были римляне то действительно скорее всего флот состоял по большей части из римлян ну прямо то он не пишет что эти были римляне но в всяком случае это можно вполне обоснованно предположить то есть мы не видим здесь однозначного указания на то что промот командовал Готами федератами здесь есть косвенные признаки того что там были римляне ну давай дальше пойдем даже если мы возьмем даже если мы сделаем вывод что флот был восстановлен флот был римским то что стало все таки с основной армией идем дальше в общем император по давно отработанной модели великодушно отпустил пленников на свободу и позволил вот тем Готам выжившим ну а там в основном женщины дети старики да понимаешь поселиться на территории империи зачем ему нужны были земледельцы ему нужны были налогоплательщики и воины конечно же потому что за годы годской войны фракия была опустошена тотально она безлюдила это пустые пространства которые нужно кем-то заполнять и ты знаешь люди не очень охотно туда едут потому что ну представляешь вот только что война закончилась как бы а ну как повторится вот это все тревожно кроме того император допускал что в недалеком будущем ему придется вести свою армию на запад против узурпатора Максима о нем чуть позже поговорим и еще для этого пишет Зосим он согласился взять вот этих пленных остготов чтобы из них набрать солдат включить их в состав римской армии и отправиться в поход когда это придется делать вот эти два примера битва острова Певки и победа над скирами карпадаками и гунами показывают что в первые годы после окончания годской войны римская армия уже вполне могла выполнять боевые задачи хотя явно к ней привлекались годские федераты Феодосий в принципе хотел как можно ближе привязать к себе готов и не только через выплаты денег и предоставление им земель но и через общий с римлянами боевой опыт ему ведь нужно было наладить взаимодействие римских подразделений с годскими для того чтобы в условиях боя они могли эффективно друг друга поддерживать слаженно действовать я открою нашим зрителям тайну что мы сейчас пишем этот ролик во второй раз первый нам не удалось записать до конца ввиду технических проблем но так к чему я сейчас об этом сказал потому что в промежутке между прошлой записью и вот этой я прочитал несколько строк из исторического романа посвященному конечно средневековой Англии и там стоит вопрос о взаимодействии даннов которые активно так заселялись на территорию Англии в девятом десятом веках с саксами которые заселились туда лет на пятьсот пораньше вот и я нашел очень много аналогий как раз таки с тем как правители Англии пытались подружить даннов саксов и также феодосий по всей видимости пытался подружить готов с римлянами однако были проблемы в этом во всем и давай все таки их сейчас перечислим годские племена были либо язычниками коих скорее всего было меньшинство либо христианами арианского толка язычник становилось все меньше и меньше с каждым годом ну вот суть то в том что как раз таки император феодосий закрепил форму правления точнее форму никейскую вероучения как основную государственную религию римской империи а годы остались арианами и более того новые годы которые переходили в христианство тоже были арианами и как раз таки это было одним из решающих из решающих факторов того что годы так и не влились в римский в римский народ как вон заметь как река вливается в большое море стоит отметить то что это все да это все так но им никто никогда не препятствовал хотя есть государственный закон решение второго вселенского собора которые говорят что кто не никеет тот черт так мне кажется что в этом и проблема то что к чертям им относиться так как к ним нужно относиться но при этом никто не мешал готам верить так как они хотят ну так смотри в этом на мой взгляд и состоит ключевая проблема в том что готов не переучивали вот они так оставались реанами никто к ним не лез поэтому римлянин смотрел на гота как на чужого и более того по сути как чужого человека который занимает его страну то есть фактически даже элемент такой оккупации потому что у готов свои законы у римлян свои вот но при этом они живут на одной территории но жизнь это совершенно разная по поводу оккупации да сейчас мы чуть дальше будем говорить это прям вот ты говоришь сейчас словами определенные прослойки римлян которые вот именно так и говорили давай посмотрим но был конечно и другой взгляд его разделяла в первую очередь императорская администрация близкие к ней круги ну и какие-то римляне так считали тоже конечно же вообще были римляне которые считали что служить должны варвары в армии вот они же как бы с детства военные они же ну это гопота такая дворы мести тоже готы должны дворы мести служить в армии а римляне должны заниматься нормальными делами достойными как бы римляне то есть были и такие люди вот посмотри что пишет но то что с готами не все было в порядке это отмечают даже панигеристы 389 год феодосий находится в Риме в старом Риме и там он слушает речь риттера латиния паката дрепания который говорит если случайно остались где-то варвары еще не испытавшие на себе сокрушительный удар твоей доблести то будучи поражены страхом перед твоим именем и словно лишившись дыхания они все равно остаются в бездействии ну ибо благодаря могуществу феодосия да как бы все смотрят на него с ужасом дальше он пишет говорит ли мне о том что готы которым было разрешено служить нам в изобилии поставляют солдат для твоих войск и земледельцев для полей говорит ли о наказании наложенном на восставших так это не про то каждое варварское племя когда-либо представлявшее для нас опасность из-за своей мощи отваги или численности или почитают за благо пребывать в спокойствии или делают вид что радуются своему рабству вот здесь он прямо говорит что да вот есть такие люди среди варваров которые делают вид что им нравится жить в мире на римской земле в мире с римлянами делают вид а когда они перестанут делать вид такое произойдет или нет когда они окрепнут в принципе да ну из этих слов я бы отметил то что так ведь и случилось то есть восстание авариха это как раз выросло новое поколение понимаешь уже на римских землях вот как раз таки из-за такой невозможности ну или очень трудного трудного процесса ассимиляции не буду говорить что-то невозможно потому что у нас есть примеры готов которые служили и были верны Риму тот же самый Мадар вот но основная масса так или иначе была обособлена от римлян и вернемся все-таки к вопросам оккупации давай поговорим с тобой про инцидент случившийся в Фессалониках а давай подожди про него поговорим чуть позже мне вот ты мне как раз напомнил о том что мне кажется сейчас уместно будет сказать то есть речь латиния паката дрепания все-таки говорит о том что Феодосий ты красавец да ты их покорил и они служат Риму и это хорошо но была и другая точка зрения между 397 и 400 годами в Константинополь прибыл Синезий Керенский к старшему сыну Феодосии Аркадию и выступил при дворе просто с невероятной дерзкой речью ты как читаешь ее ну кажется блин это же императорский двор там все должны только хвалить императора и ходить там знаешь на цыпочках а тут человек говорит такие вещи что ну я думаю у многих как бы это вызывало вопрос что происходит В Византии была хорошо развита свобода слова несмотря на на то что власть императора была все-таки невероятно велика да это вот такой парадокс Византии однако если углубляться в историю то можно сделать такой вывод что пишет Синезий точнее что он говорил и теперь к нам они пришли не с целью начать войну но в виде просителей после того как были снова изгнаны римляне встретили их не оружием а добротой как и надлежало поступить по отношению к просителям невежественный народ отблагодарил за справедливость тем что возгордился и забыл о благодеянии наказанный за это твоим отцом выступившим против них с оружием он снова оказался жалким просителем со своими женами тот же то есть Феодосий победитель в войне оказался побежденным милосердием он возвысил просителей сделал их союзниками удостоил гражданства высших должностей наделил этих убийц римской землей это был человек проявивший в милосердии благородство и великодушие своей природы но варвары не понимают добродетель то есть они понимают только силу и с этого времени и до настоящего дня они не перестают осмеивать нас зная что должны были от нас получить и что получили пишет Синезий основания для такого взгляда конечно же были и не только в римской гордости которая здесь прям знаешь ну такой римский национализм прям сквозит в этих словах да это расисты все да но основания были в многочисленных инцидентах в которых готы снова и снова напоминали своим новым соседям римлянам о том что вот о страшных пяти годах будской войны и о том что все таки они не одно и то же это разные народы в римских источниках есть несколько сюжетов на эту тему Зосим давай с него начнем он рассказывает о том что в провинции Скифия то есть это между примерно между Маркианополем и Уссим Дуная вот эта территория провинция Скифия у нее главный город Томис в ней располагался городской гарнизон который которым командовал Геронтий хороший сильный воин пишет Зосим Геронтий был римлянином и весь его гарнизон состоял из римлян но при этом на территории провинции Скифия были поселены Готские федераты и видимо они объединялись в какие-то отряды такие ну знаешь типа самообороны казаки такие на границе и вероятно патрулировали берег реки потому что кто-то же должен был защищать его а для Готов то теперь вот эта территория южный берег Дуная это же их новая родина они там землю получили они не живут на ней они не хотят чтобы какие-то там другие варвары из Дуная пришли сюда на их землю теперь уже да их землю не находишь здесь ничего такого провокционного конечно конечно и город Томис это же тоже их земля ну по идее да ну вот что произошло рядом с городом вот эта история крайне мутная Зосим стоит полностью на стороне Геронтия в этом вопросе но само по себе его изложение вызывает массу вопросов ну давай посмотрим что произошло в общем Готы Готские федераты имели лучшее снабжение получали видимо более высокую зарплату и однажды произошел инцидент в ходе которого Геронтий узнал о том что Готы хотят напасть и разорить город так пишет Зосим он собрал гарнизон приказал выйти из города и наказать варваров за высокомерие однако солдаты отказались выполнять приказ из страха перед Готами как пишет Зосим тогда Геронтий велел открыть ворота и выехал из них с несколькими своими охранниками ну вот представляешь городская стена ров через ров ведет мост и вот на мосту все как в игре там не знаю медиевал тотал вор на мосту появляется Геронтий и когда Готы это видят они просто удивились смелости римского офицера да этот римляниен почти что Гот и почти как мы да такой же ну давай посмотрим кто сильнее и вот некоторые Готы решили устроить такое кровавое развлечение ну герои Гутские вот решили померяться силами с Геронтием в итоге несколько бойцов двинулось на него и завязалась схватка Зосим пишет что варвары смеялись над безрассудством Геронтия и его очевидным желанием умереть и послали против него самых сильных воинов Геронтий бросился на первого из напавших и ловко управляя щитом храбро сражался пока один из его охранников видя что они сцепились в схватке не отрубил варвару руку держащую меч и не сбросил его с коня пока варвары изумляли смелость воина Геронтий напал на следующего из варваров и когда наблюдавшие со стен увидели это они вспомнили что они римские солдаты и выбежав наружу атаковали и разбили пораженных варваров некоторые однако укрылись в здании приюта почитаемого христианами напомню Зосим язычник поэтому он слово церковь предпочитает не употреблять он от этого начинает дымиться христианство приют христианами да но в чем факт видишь готы уже несколько интегрировались в римский мир они понимают что церковь это традиционное место где можно искать защиту даже если ты накосячил против императора ты мог прибежать в церковь и вряд ли ну если ты не враг кровный императора вряд ли с тобой что-то бездела прямо сейчас это место где можно реально получить защиту но в целом папа римский вигилий укрывался какое-то время в церкви пребывая в Константинополе так его просто оттуда вытащили гвардейцы возглавляемые Велизарием ну это были и вежливо сопроводили до его поместья которое было ему выделено вот этот факт и говорит о том что он в церкви надеялся найти защиту то есть такие моменты были в церкви имела право убежище там мог укрыться кто угодно и с законодательной точки зрения никто не имел права покушаться на человека укрывавшегося в церкви однако этот закон пытались обходить либо осаждая церковь либо открыто нарушая его такие инциденты случались но это были все-таки инциденты то есть это было общее правило что в церкви исключение из правила исключение правила только подтверждают да ну вот как бы я тебе рассказал эту историю что ты о ней думаешь вообще что произошло тебе не кажется что тут какие-то противоречия возникают во всем ну очень важно в этом вопросе понять причину то есть с одной стороны мы можем выставить этого Геронтия как такого ненавистника Готов как римского расиста и тому подобное а с другой стороны мог действительно случиться какой-нибудь инцидент в котором был замешан ну кто-нибудь из Готов либо группа Готов может быть группа вооруженных Готов мы не знаем причины вот мы знаем обвинения в чем обвинили Геронтия то что он якобы там воровал вот однако тут такие же неувязочки то есть кем он был он был городоначальником нет он глава гонезона он только начальник городской стражи по идее не через него вообще должны были проходить финансовые потоки ну то есть федератские выплаты Готов то есть например я бы лично через каких-то чиновников бы дел вот хотя за чиновниками тоже глаз да глаз Лупицин это подтвердил вот но суть-то в чем обвинения очень мутные и причину нам очень важно здесь понять но ввиду того что у нас один источник Зосим мы ее установить уже вряд ли когда-нибудь сможем а потому все что мы сейчас тут будем говорить об этом событии это уже область домыслов поэтому я предлагаю просто зачитать что говорит Зосим и двинуться дальше да совершенно поддерживаю Зосим пишет что после этого инцидента Геронтий был арестован началось расследование начальник городского гарнизона обвинялся в попытке завладеть богатыми подарками которые варвары получали от императора но при этом он смог оправдаться доказательств явных его вины не было найдено и он был отпущен это первый инцидент который я хотел бы осветить теперь переходим ко второму он произойдет чуть позже нужно сделать отступление посмотреть на общий контекст римской истории в 80-х годах в 383 году на западе произошла катастрофа император Грациан ему было 24 года он окружил себя стражей изоланов варваров иногда даже сам в оланских одеждах появлялся на людях и это возмущало многих римлян и это стало одной из причин и возможностью успешного заговора его поднял военачальник который командовал войсками в Британии Магн Максим вообще он Максимус конечно же но да то есть его звали Великий Величайший Магнус Максимус интересное имя конечно ну да такое интересно явно ему предначертано было великое будущее ты знаешь многие историки пишут что он сильно завидовал Феодосию то есть они с Феодосием примерно ровесники и он не вполне понимал почему все таки Грациан выбрал Феодосию он считал что именно он должен был стать императором восточного двора а теперь он решил стать императором запада ну да если гора не идет к Максимусу значит Максимус идет к горе и так Феодосий направился на запад дабы восстановить законную власть то есть да Максим убил Грациана и захватил власть на западе при этом ну давай ускорим да конечно же все это привело к тому что Феодосий выступил против узурпатора и таким образом начался новый военный поход в нем приняли участие в том числе готские отряды давай посмотрим в 388 году начались боевые действия давай посмотрим кто возглавлял римскую армию в это время во-первых командующий конницей был назначен промот уже известный нам командующий пехотой магистр Тимасий Тимасий вообще никто не может понять из историков кто это вроде бы имя не римское других Тимасиев мы не знаем с другой стороны кто и германских каких-то корней тоже не очень можно найти в нем ну в общем на этом закончим с Тимаси дело было в чем когда все уже было готово к походу оказалось что некоторые готы получили письма от Максима с предложением предать Феодосии при этом это все вскрылось Феодосию знал и вот эти готы такие готские как это сказать повстанцы наверное против власти императора сбежали и укрылись где-то в Македонии в зарослях их там обнаружили преследовали но Зосин пишет что почти все они были убиты правда потом он возвращается видимо к тем же самым повстанцам и говорит о том что они не все убиты после того как Феодосий вместе с готскими войсками успешно подавил восстание точнее узурпацию Максима это было в августе 388 года он на некоторое время остался на западе в Медиалане современный Милан на севере Италии и там пытался перенастроить систему управления западным двором и вот к этому моменту относится как раз эпизод о котором ты говорил резня Фессалоники он произошел в 390 году о нем сохранилось много упоминаний в источниках но все они если их сопоставить дают довольно неопределенную картину в частности давайте давай расскажем что же там все-таки произошло дело было в следующем градоначальником Фессалоники был год по имени Бутерих имя которого тоже в разных работах переводится по-разному но мы будем употреблять одно Бутерих так вот у него произошел конфликт с одним из колесничих на ипподроме вот в Фессалонике был свой ипподром на котором часто происходили бега на колесницах это было неотъемлемой частью жизни Римской империи вот там были разные команды они были помечены разными цветами естественно они собирали свою аудиторию и вот конфликт произошедший с Возницей и с Бутерихом привел в очень сильное негодование толпу фанатов они потребовали освободить своего любимца которого Бутерих сначала арестовал начальник естественно им отказал и тогда уже дошло до кровопролития то есть толпа просто убила Бутериха после чего как обычно об этом говорится император Феодосию знал об этом и отправил карательную команду которая просто устроила показательную резню в Фессалонике и вырезала там от ну короче разные цифры большое количество человек до 10 тысяч называют поэтому резня в Фессалонике но здесь есть целый ряд вопросов во первых давай посмотрим кто такой Бутерих судя по имени это германец вполне вероятно что год скорее всего год скорее всего год да это первое второе он военный магистр и лирика магистратура и лирика располагалась в Фессалонике то есть это была его как бы штаб-квартира но заметь он не гражданский управленец он военный то есть там вообще были люди которые занимались такими вопросами то есть кто арестовал этого возницу Бутерих или нет на основании какого закона вот мы этого к сожалению не знаем но кажется что жители Фессалоники все это восприняли как нарушение именно законов и справедливости в итоге да произошло если еще принять во внимание все те вышеперечисленные факторы вражды между готами и римлянами то можно сделать еще более так сказать жесткие выводы по этому поводу что римляне просто посчитали это что вот готы навязывают нам свою волю в нашем городе вообще что за беспредел и это наверняка тоже было но в итоге произошло то что произошло историки оценивают это очень сильно по-разному и на мой взгляд самую убедительную реконструкцию тех событий представил чешский современный историк Станислав долежал который проанализировав вот все сообщения всех источников их больше десяти пришел к выводу что вот эта противоречивая картина может быть объяснена только одним способом здесь имела место трагическая случайность в 390 году Феодосий находится в Медиалане ему сообщают о том что в Фессалонике убит один из высших офицеров и вместе с ним перебит еще его отряд опять-таки мы не знаем кто был в его охране многие современные историки говорят что в нем были готы и поэтому их убили потому что было восстание против готской власти но нет ни одного подтверждения того что в его на грани находились готы одни гимляне поэтому это предположение может быть его не стоит воспринимать всерьез в итоге Феодосий принимает решение о том что надо наказать конечно же тех кто виноват отправляет военный отряд Фессалонику военные приходят и вот дальше произошла вот эта неприятность ответственные офицеры чувствовали себя абсолютно уверены уверены и решили арестовать виновных и провести показательную казнь на ипподроме но при этом как пишет историк созамен расследование было проведено очень поверхностно и вследствие этого были арестованы случайные люди ну и конечно же среди них оказались и невиновные и вот представь себе ситуацию ипподром солдаты пытаются казнить тех кто арестован рассерженные горожане зная в общем-то кто виноват в убийстве Бутериха и что казнят в том числе невиновных попытались добиться справедливости ну и возможно ситуация накалилась и кто-то атаковал солдат знаешь как это бывает часто на митингах и демонстрациях то есть вот они солдаты ну там силовики да кто-то кинул камень кто-то выстрелил и все дальше уже все это остановить невозможно в итоге солдаты сделали то что они умели делать то есть вытащили мечи из ножен и очистили ипподром и таким образом к казненным присоединили еще несколько тысяч человек в источниках встречается цифра 7000 но как обычно это бывает доказать ее очень сложно при этом опять-таки обрати внимание историки которые придерживаются версии того что это вина феодосия да они даже не ставят под сомнение цифру они говорят да это резня там 7000 перебита чем больше тем лучше заметь вот например в ситуации там скажем ну не знаю а ну другие исторические сюжеты очень часто занижают историки цифры а здесь практически никто не сомневается в том что там именно да именно большое количество убитых какая-то эмоциональная такая оценка эмоциональный подход к вопросу не вполне научно кажется ну и вот в общем такая ситуация произошла ситуация конечно сомнительная но это не отменяет того что отношение к готам в 80-х 90-х годах 4 века было очень негативным и хотя некоторые годы принимали римский образ жизни ассимилировались но все же многие оставались чуждым элементом для империи и они не просто сохраняли свой язык свою культуру и религию рианство да но и многие готы начинали думать о том что надо бы вспомнить былое надо бы вспомнить времена фритигерна и все-таки поднять оружие против римлян помнишь как Иван Златоуст пишет что кто-то из готов говорил я устал воевать но я не понимаю каким образом я должен мириться с этими баранами которые бегут от моего меча и еще не хотят отдавать мне свою землю помнишь да мы говорили об этом да да показательная речь очень да прям такие исторические аналогии что даже мы видим что сами готы не то что знаешь не всегда выступали в позиции такой как сказать жертвы которые такие пришли к римлянам мол давайте мы теперь с вами будем жить а римлян такие злые мол нет не будем готы сами во многом так сказать практически даже не скрывали того что вот мы пришли и теперь вы будете жить по нашему здесь сложно не согласиться с Синезием Керенским который пишет что они смеются над нами потому что знают что должны были получить меч от нас а получили землю и деньги и так мы уже подходим к заключительным годам правления Феодосия то есть это его ну последние пять лет то есть с момента заключения мира тоже прошло достаточно времени готы окрепли и у них начинают появляться мысли о заговоре что же давай об этом послушаем они появились уже в первый поход против Максима заметь да но тут это было немножечко по-другому и немного интереснее в 392 году в Галлии произошла новая трагедия после того как Феодосий подавил узурпатора Максима он восстановил на троне Валентиниана второго это сын Валентиниана первого брат Грациана и кстати говоря муж брат сестры брат жены Феодосия родственник но Валентиниан был молодой и в общем-то при нем был военачальник Арбагаст Франк который вместе с Франком Боутоном это второй военный магистр западного двора помнишь по просьбе Феодосия в 381 году вытеснили Готов из Македонии и Фессалии Арбагаст был участником Готской войны да 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 конечно вот Арбагаст проявлял максимальное неуважение по отношению к Валентиниану неоднократно говорил что ты для меня вообще никто потому что меня на эту должность назначил Феодосий Феодосий великий не потому что он второй вселенский собор провел а потому что он великий и вот его я слушаю а ты кто такой пацан и в общем этот конфликт привел к тому что однажды Валентиниан был найден повешенным то ли он сам повесился то ли ему помогли это сделать но факт остается факт после этого Арбагаст провозгласил императором придворного ритора Евгения и Феодосий конечно же снова отправляется на запад с войском перед походом император Феодосий узнает что неожиданно для себя абсолютно что оказывается готы вот его федераты раскололись на две партии одни высказывались за то чтобы сохранить верность договору и присягу которую они приносили императору Феодосию и римскому государству а другие склоняются к тому чтобы клятву нарушить и объявить войну римлянам как это произошло пишет об этом Евнапий Сардийский он язычник это кстати один из основных источников Зосима Евнапий живет гораздо раньше он это все видел пишет он возгордившись почестями которые оказывал им царь видя что все было под властью их они начали между собой немаловажную распри вот смотри мы второй уже раз зачитывая источники видим то что под властью их оказалось многое что Феодосий назначает их на должности вот эти строчки и вводят заблуждение и кажется что там вся римская восточная римская армия состоит из готов во всяком случае военное руководство сейчас мы в конце поговорим это не совсем так это нельзя эти слова воспринимать как факт так вот готы одни хотели остаться в настоящем счастливом положении то есть в мире с римлянами другие хранить данную ими у себя клятву давно еще данную и в общем да начать начать с римом войну и вот эти готы разделились на две партии во главе одной стоял фравита язычник но человек которого язычник же евнапий описывает как крайне благочестивого человека который молод и достигнув совершеннолетия чувствуя в себе желание интересоваться женским полом для того чтобы не вступать в случайные связи обратился к императору и попросил женить его на коме император женил его на римлянке вот такой был фравита во главе второй партии антиримской стоял эриульф и вот однажды феодосий как обычно собрал готских вождей на пир ну это понимаешь типичная варварская история вождь варваров должен поить своих подданных это вот всегда происходило одинаково у викингов это точно так же конунг должен кормить поить и одевать обувать своих бойцов и что здесь произошло готы накидались и вдруг начали спорить вот по этому вопросу и феодосий недоумеваясь что происходит что такое о чем они говорят оказывается там заговор какой-то зреет и когда все это было озвучено видимо эриульф расчувствовался и сказал больше чем нужно фравита возмутился достал меч и зарезал его прямо там же на перу как там Евнапи говорил истина в вине он говорит да истина в вине это вот как раз вино проявило истину вот этот заговор который был где-то под спудом где-то вот он был скрыт а здесь они напились и все стало явным да феодосий как человек мудрый как правитель расчетливый принял этого внимания и сейчас мы плавненько переходим к битве на реке фригит что же там сделал феодосий который имел несомненно большое федератское войско в лице точнее командный состав представлял собой знакомые нам имена то есть это Гайна Стелихон Аларих то есть все эти люди будут потом играть очень важную роль в истории после смерти феодосия великого ну давай обратим внимание на то что все таки Гайна и Аларих это готы Гайна это романизированный год на 150% Аларих это год который до конца не сможет избавиться от этой мысли что нам нужно свое государство нам нужна своя власть вот все вот это Гайна не такой Гайна был военным магистром и он хотел просто ну как бы получить чуть больше влияния на римской службе Стелихон то же самое Стелихон вообще то ли вандал то ли алан и женатый при этом на племяннице феодосия но он романизированный Аларих это все таки совершенно другое то есть есть готы и готы это надо вот отчетливо понимать так вот кого командующими назначил феодосий в этом походе 394 года ими стали магистр Тимасий которым мы уже говорили и Стелихон командование над вспомогательными частями варваров то есть здесь мы уже видим есть римские войска ими командуют Тимасий и Стелихон а есть вспомогательные войска состоящие в значительной мере из готов ими командуют Гайна Гот Саул Алан и Бакурий Иберий то есть грузин Бакурий это тот самый человек который командовал отрядом Эквитес Сагитариес конных лучников во время Адрианопольской битвы это вот он же несет ответственность за то что сражение это началось без воли императора Валента вот этот самый Бакурий как пишет Амян Марцелин он первым начал бой без приказа а потом первым же сбежал с поля боя тоже без приказа да так вот император понимая что насколько вообще опасен этот поход на запад против Евгения Арбагаста привлек максимум войск то есть мы возьмем еще ту ситуацию когда еще Феодосий ходил против Максима уже тогда люди узурпатора стали писать вождям готов с просьбой ну и с предложением перейти на их сторону взамен на вознаграждение вот то же самое скорее всего и происходило во время похода против Арбагаста это еще возьмем во внимание то что незадолго до этого вскрылся целый заговор естественно главный заговорщик понятное дело сам себя выдал но у него оставались сообщники и Феодосий не мог знать наверняка кто именно вот сейчас готов восстать кто верен Риму и потому сам поход представлял собой авантюру тем более и противник тоже был довольно таки матерый то есть Арбагаст был ну как минимум неплохим таким полководцем он знает он войну умеет очень хорошо и даже битва сама по себе тоже началась не с успеха Феодосия там уже во второй ее половине произошел перелом ну давай посмотрим мог стать для императора действительно последним хотя он в принципе и был последним и был последний да но по другой причине понимая чем все может закончиться оставил на востоке в Константинополе старшего сына Аркадия он был уже ему было 17 лет и он уже давно был августом то есть он полноценный император все вместе с ним был оставлен префект притория Руфин в качестве регента с собой император взял младшего сына Гонория все-таки он рассчитывал одержать победу и оставить ну понимая что возраст уже не детский что умирать это рано или поздно придется да вполне может быть что очень скоро Феодосий рассчитывал победить все-таки Арбагаста с Евгением и оставить на западе младшего сына Гонория передать им власть как двум уже действующим императорам они уже августом и вот в 394 году в сентябре на реке Фрегит которая впадает где-то в северный берег в северную часть Адриатического моря то есть это практически граница между востоком и западной империей там состоялось сражение битва на реке Фрегит которая кстати есть даже в игре Атила Тоталво там есть сражение на реке Фрегит отдельное более того есть даже гравюра по этой реке правда там воины римские выглядят как какие-то средневековые рыцари А ну бывает там по-моему 16 века они любили тогда такое в общем что произошло поднялся ветер который ну наверное даже буря которая дула в лицо бойцам Евгения но несмотря на это сражение стало одним из тяжелейших сражений в истории военной истории Феодосия он отправил вперед десятитысячный возможно больше отряд готов который был полностью истреблен Арбагастом и вот некоторые римляне в частности историк Павел Орозий говорит что это было скорее благом чем потерей тонко тонко также погиб полководец Бакурий тот самый да Адрианопольский и вот когда с наступлением темноты сражение прекратилось император Евгений начал раздавать награды отличившимся воинам то есть атака Феодосия была безрезультатной он понес потери и ничего не добился положение Феодосии в общем-то было критическим и только измена в войсках Евгения переломила хоть событий некоторые комиты Евгения перешли на сторону императора Востока и после этого на следующий день он одержал убедительную победу Евгений был схвачен немедленно обезглавлен Абрабагас бежал в горы но его преследовали поймали в смысле не поймали не поймали он закололся чтобы его не поймали погиб как настоящий время скитался в лесах в горных перевалах Альп и когда уже понял что до Франки и до Гали он не доберется то упал на меч да я думаю он не собирался никуда добираться я думаю он понимал что после того как он несколько лет прожил римской жизнью несколько десятилетий прожил римской жизнью бежать куда-то в леса и скитаться ну это невозможно психологически а кроме того куда укроешься Феодосий это победил тебя поймают даже если ты уйдешь в свою Франки тебе твои же Франки за деньги выдадут ему ты просто продлишь мучения поэтому ты либо сейчас умрешь либо ты еще несколько месяцев будешь бояться и скрываться и тебя все равно поймают и казнят поэтому он в общем-то да решил упасть на меч вот эта победа Феодосия в битве на реке Фредит окончательно определила судьбу Римской империи теперь на западном троне был поставлен Грациан Ганой младший сын путаю их постоянно вот и вскоре после этого в январе 395 года император Феодосий заболел и умер все-таки жизнь у него была тяжелая немало походов походах где спать приходится в палатке чуть ли не на голой земле в общем холодно тяжело здоровье было подорвано очень сильно и вот теперь давай перейдем к заключительной части которую я хотел сказать о которой вначале говорил уже давай посмотрим на командный состав восточной римской армии чтобы поставить точку все-таки в этом вопросе насколько после Готской войны она была варваризована Феодосий создавал новую армию в тяжелых условиях с весны 377 по лето 378 на Балканах страшные потери понесли Фракийский комитат комитат Востока презентальный комитат императорский поэтому в 379 году Феодосий как бы имел очень немного военных сил и он создавал новую армию в гарнизонах Фракии оставались конечно римские войска но их было немного они все были блокированы морем готов которое разлилось вокруг Феодосий начал масштабный набор в армию надо учесть что на поле боя под Адрианополем погибло 35 трибунов это был тяжелейший удар по кадровому составу восточной армии но в то же время у многих талантливых офицеров которые младших офицеров которые сидели на каких-то низких должностях и в гарнизонах у них появилась возможность сделать хорошую карьеру места освободились понимаешь и несмотря на то что общее место многих работ по истории римской армии то что число военачальников варварского происхождения растет это не совсем так давай посмотрим сколько сколько их было известны имена 20 дуксов и комитов которые служили в правлении Феодосия из них только шестеро имели варварское происхождение причем трое из них гармист савл и бакурий были выходцами с востока гармист перс бакурий ибериец грузин савл алам остальные были остальные трое были германцами это франки негоды заметь то есть они еще раньше поступили на римскую службу сейчас просто оказались в восточном дворе кариабафт и мирабафт и год гайна год среди комитов и эдуксов только один гайна среди магистров то есть магистры это высший состав римского офицерского корпуса среди них было пятеро имели германское происхождение это были франки боутон и рихомер это были готы мадар бутерих и еще один хилебих он так очень кратко проходит о нем очень мало информации и корни хилебиха неизвестны однозначно кто это был может быть и алан может быть и франк а может быть и год к этому стоит добавить еще алана виктора но виктор это старая когорта которые при констанции начинали служить старая гвардия старая гвардия да то есть он настолько романизован как никто он так часто представлял римлян дипломатических переговоров со всеми с готами с персами что ну на него уже вряд ли кто-то смотрел как не на римлянина да при этом семеро магистров были римлянами Юлий Майориан Сатурнин Тимасий ну Тимасий под вопросом да Промот Евтерий Абундаций мы видим что вот если мы эти цифры сложим около трети командного состава восточной армии имели неримское происхождение то есть только треть командующих была неримлянами по поводу рядового состава мы конечно же вообще не можем как-то определить но если учтем обстоятельства битвы на реке Фрегит можно предположить что вспомогательные варварские войска составляли 40-50 процентов не больше теперь дальше если мы посмотрим на то как вот эти дупсы комиты и магистры распределялись по хронологии то картина становится еще более выразительной год Мадар исчезает из источников после 382 года Хилебих после 387 388 умер Франк Боутон 399 убит Бутерих в Фессалонике 393 умер Рихомер и вот в то же самое время среди римлян погиб только Промод его в 391 году убили наемные убийцы ну там такая придворная склока была похожая ситуация происходит со средним командным составом после 384 исчезают Гармист Кориобафт и Миробафт 394 году в битве на реке Фригит погиб Бакурий мы знаем что у нас остается Аларих который командовал какими-то отрядами готов в битве на реке Фригит по всей видимости был средним военачальником офицером Вероятно он просто представлял свой род войска своего рода он остается в 395 году он порвет всякие связи с римской армией и поднимет восстание остается только Гайна с ним был еще Атаульф ну Атаульф это его брат он на сколько младше Атаульф да я тебе не скажу ну они примерно там вот как-то ровесники более-менее Гайна остался с Римом Гайна старше гораздо кстати Руфин вообще кто по происхождению о Руфин это он он римлянин ну он как бы из Испании а испанский римлянин он испано-римлянин там его корни непонятно он его Феодосий с собой привез Феодосий же сам из Испании Руфин это Телехон Алана Вандау и он тоже остался с Римом то есть по сути мы можем сделать следующий вывод что катастрофа не случилась во вина Феодосия ну или по крайней мере она случилась уже при его потомках и потом пришлось армию возрождать то есть сейчас я сейчас позволь я заключительную речь скажу по поводу вообще Феодосия это безусловно правитель мудрый и безусловно его действительно можно назвать великим почему ну хотя бы наверное за то что он остановил Готскую войну вот представим сейчас что к власти пришел бы какой-нибудь там любимец Зосима то есть такой неистовый римлянин который сказал бы вот только борьба с варварами на сколько лет еще затянулась бы Готская война давай с тобой подумаем то есть пока снова пересобрать римскую армию набирать исключительно римлян сколько бы денег на это ушло еще это и подрыв экономики затем я думаю она бы затянулась явно до 385 года а там еще Адатей подошел и что бы что бы сделали Готой будучи врагами римлян дальше естественно примкнули бы к Адатейю ну либо позвали бы его вместе как Адатей с Афраксом они же пришли на помощь Фредигерну все таки то есть Феодосий поступал по ситуации делал то что требовалось от него в данный момент и затем пытался эту проблему все таки как то вот решать ну о чем говорит как раз таки решение его императора Феодосия в смысле отправить Готов в первых рядах против войск Карбагаста это было скорее приобретение чем потеря благо не на самом деле я полностью согласен что благо потому что только что раскрылся заговор Феодосий не знал конкретное число он пытался лишь ослабить этот маховик то есть представь например Готы остались бы вообще остались допустим в тылу и сколько людей было бы у Авариха вот он не только бы Рим взял потом он бы Константинополь взял скорее всего ну вряд ли но как бы хорошо допустим не только Рим наверное его грабительские походы имели бы гораздо более сильный размах чем оно случилось в реальности хоть и действительно восстание у Авариха было страшным а вот теперь представьте если бы его армия была бы в три раза больше вот конечно конечно Феодосий не был идеальным правителем да вот однако как я уже выразился он сделал все что в его силах вот а конечно судьба Готов нельзя сказать нельзя назвать это счастливым концом они так и не стали частью римского народа они продолжали быть обособленным и только уже через сто лет к ним пришло понимание и то не ко всем что надо бы устраивать свою жизнь по-римски но об этом мы будем говорить в наших последующих передачах я думаю мы немножко еще уделим время вест Готам о том как было устроено их королевство в Испании куда они потом переселились королевство Ост Готов поговорим затронем Теодориха Великого годская война заканчивается и передаю тебе слово давай ты что-нибудь скажешь заключение этого цикла да я хочу реальным политиком абсолютно то есть он видел секунду начни пожалуйста заново а то помехи связи были я думаю что Феодосий был абсолютно реалистичным политиком он видел в какой ситуации он оказался и свои симпатии антипатии настроение собственное настроение граждан Восточной империи его не колебали вообще нисколько он видел реальность исходил из нее а реальность была такова что в 300 начале 380 игнорировать готов было невозможно можно было сделать шаг им навстречу и Феодосий это сделал но впоследствии уже во второй половине своего правления он постоянно сокращал число варварских военачальников на римской службе это прям очевидно вот по датам которых мы говорили и уже к концу правления Феодосия военачальники варварского происхождения не имели сколько-нибудь значительного влияния это был факт его правления кроме того надо еще сказать о том что появилась такая группа населения как гота греки они впоследствии проявятся в последующие столетия это были потомки готов поселенных в Анатолии в особенности в провинции Гелеспонд или Финия то есть это вот то что к юго к востоку и юго-востоку и югу от мраморного моря гота греки будут частью римского мира при этом римляне ну то есть византийцы уже давай так будем говорить смотрели на них по-прежнему как на такой своеобразный народ ну то есть они вроде наши но не то чтобы совсем и тем не менее именно эти гота греки дали начало фемным войскам оптиматов дали начало одному из императорских гвардейских отрядов и верно служили Риму восточному Риму Константинополю да на протяжении нескольких сотен лет вот такой далекий след у политики Феодосия то есть судьбы готов тоже развивались по-разному кто-то был верен Риму кто-то все со своими королевствами пытался возиться ну и скажем так те кто интегрировался в римский народ и стал римлянами те жили хорошо те кто же пытался обособиться их постигла страшная судьба они были либо порабощены либо так или иначе все растворились но об этом в следующий раз и уже да ну а сейчас мы с вами прощаемся что ж вот такой был цикл о годской войне надеюсь что вам были интересны все его части лично мне было очень интересно я узнал много нового о том что происходило в такой казалось бы короткий промежуток времени что спасибо большое за беседу спасибо тебе ну а мы прощаемся всем до скорого всем удачи и помните Рома Инвикто пока до свидания но это - Продолжение следует...